Hi my students! Сегодня такое небольшое будет краткое наша заявка, как говорится, на медаль. Сегодня мы предложим новое направление в науке, не скромно. Дальше это оценят наши студенты, преподаватели, ученые, насколько оно это будет предложение, сколько в нем будет юмора и сколько серьезных вещей. Откликаясь я на следующий момент, появилось сообщение, что вот российский миллионер один подключился спонсором к одному английскому инвалиду умственного труда и решили они послать наноспутник на ближайшую звезду. Наверное, это сообщение все слышали, да? Вот этот наноспутник раскрывается парус и под действием излучения он достигает, как предполагается, 1,4 скорости света и достигает за 20 лет вот этой ближайшей звезды. Там он фотографирует окружающей местности и высылает цветные фотографии, что там такое, какие планеты, какие все. Вот это, ну, сообщения, эти фотографии будут идти тоже 4 года, они будут идти со скоростью света, значит, они будут идти в 4-5 раз быстрее. То есть, года через 4 мы получим такую уже снимки. Если, конечно, этот аппаратик, он доживет вот за это время, за 20 лет, с ним ничего не произойдет. Но есть уже у нас аппараты, которые летают и передают оттуда сигналы. Вот такой вот вариант, значит, в одном направлении мы посылаем этот наноспутник. Ну, оценивается не так дорого, сотни миллионов долларов этот проект. Вот и такое мы вот одно направление исследуем. Здесь же вот я предлагаю такое направление, которое не требует посылки никаких наноспутников, никаких материальных видимых предметов, осизаемых, по крайней мере, осизаемых материальных предметов, а неосизаемых только поле. Так вот, это направление я назвал астроголография. Ну, мы знаем, что голография у нас широко распространена. Это вот имеется пластинка или панель какая-нибудь записываем, на которой ведется запись. На эту пластинку направляется опорный сигнал определенной частоты. И часть такого же сигнала направляется на объект. И отражаясь от объекта, суммируясь на пластинке вместе с опорным сигналом, результирующее поле дает распределение фаз на этой пластинке, фаз волн. И если потом осветить опорным сигналом эту пластинку, то мы получим видимое изображение, объемное изображение этого предмета. При его отсутствии, конечно. Только при записи ведется вот этот, нужен будет этот объект. Так предложение, как всегда, оно такое очень простое. Мы посылаем вот этот сигнал наш в сторону вот этой, изучаемой нами звезды. Она, может быть, не обязательно ближайшая, может быть, и подальше. Вот, может быть, она идти там пять световых лет, шесть и так далее. Посылаем опорный сигнал туда, плоскую волну. Она у нас, значит, отражается оттуда. И в тот момент, когда они приходят сюда, вот на нашу записывающую поверхность, здесь мы подключаем опорный сигнал. И они вместе воздействуют опорный сигнал, тот, который мы посылали. Такой же мы сигнал суммируем на этой пластинке. Чем выгодно это? То, что не надо никаких затрат по запуску этого спутника, потом ждать не надо это так долго. В четыре-пять раз быстрее все будет и надежней. Потому что волну уже ничем не остановить. Еще преимущество какое? Преимущество в том, что мы по пути можем голограммы снимать. То есть, как вот идет волна, отраженные волны мы можем суммировать с опорным сигналом через какие-то промежутки времени, отслеживая вот эту картину перемещения этой волны. И до тех пор, пока амплитуда этой волны не уменьшится до пределов нашей чувствительности, наших измерительных систем. Вот такое направление. Это называется астроголография. Оно ограничивается только скоростью света. Скорость света это 300 тысяч километров в секунду. Это гораздо больше, чем может достичь любой наноспутник. Вот. Вот такое вот краткое сообщение. Как бы отклик на альтернативный вариант вот к этому идее. Ну, не совсем, я считаю, здоровая идея, которая направлена на то, чтобы через 25 лет получить информацию, когда всё уже будет измениться, и интерес к ней пропадёт. Надо стремиться всё-таки получать такую информацию, которую в пределах нашего действующего поколения, ну, как минимум, это скорость света, а как максимум, это достижение скоростей гораздо больших скорости света. Ну, вот в волноводах мы что знаем? В волноводе, в любом замктом волноводе, плоском волноводе, там две скорости имеются у поля, у волны. Это фазовая скорость и групповая скорость вот этих распространений волн, групповая скорость. Так, они связаны между собой известным соотношением. Корень квадратный из их произведений равен скорости света. То есть корень квадратный из произведений фазовой скорости на групповую равен скорости света. Ну, мы знаем, что это замедляющая система, мы групповую скорость можем замедлять, но за счёт этого фазовая скорость возрастает. И наоборот, фазовую скорость мы уменьшаем, то есть, да, уменьшаем, а групповая может увеличиваться. Вот такие системы сейчас исследуются на основе спиральных замедляющих систем. И уже предполагается, что скорость групповую замедлили, а нельзя ли получить скорость групповой побольше за счёт уменьшения фазовой уже теперь скорости. Вот это направление, значит, оно как будущее развитие вот этой астрогологии, будет у нас основано на этом, на том, что мы либо групповую скорость увеличим, больше скорости света, либо фазовую скорость будем использовать, фазовую информацию, сигналы, информацию, содержащую фазу сигнала. И совсем уже, ну, не фантастическая реальная вещь, она основана на философии вот нашего дорогого Лебница, которую мы вот в этом году активно будем продвигать, в связи с тем, что это действительно гениальные учёные. Там, как Дидро говорил, тут тебе и Пифагор, и все учёные древности в одном флаконе. Вот это Лебница. Лебница, обходить его молчание мы не будем. Он что предлагал? Он что говорил-то, Лебница? Он говорил, что в универсии мы всё очень взаимосвязано. И любое изменение положения какого-то материального тела, оно практически мгновенно вызывает отклик на любом расстоянии от этого предмета, поскольку связь в универсии мы достаточно жёсткая. Ну, поясню, например. Например, вот мы взяли и уничтожили этот электрон, с позитроном слопнули, у нас появилось два кванта. Значит, на неизвестном нам сейчас расстоянии происходит то же самое, только может быть наоборот. Из двух квантов получается электрон. Ну, то есть это буквально в одно и то же время. То есть имеется скорость распространения положения, она практически изменение положения. Вот мы повернулись, или там вот говорят торсионные волны. Не торсионные волны, а потенциал положения предмета. Здесь играет роль совершенно новая величина. Мы её назовём потенциал положения, его положение в пространстве. Если мы изменили положение в пространстве, то мы получили соответствующий сигнал в любой точке универсума практически мгновенно. Ну, также вот в сказках, вот в сказках, что быстрее всего на свете. Паук-то задавал вопрос Иван Царевичу. Иван Царевич не растерялся, сказал мысль быстрее всего на свете. На три вопроса он отвечал. Мысль быстрее всего на свете. быстрее света. Потому что свет, это вещь материальная, она довольно-таки медленная. Но имеются такие вещи, которые не связаны с перемещением материи на дальние расстояния, а связаны с изменением положения, информации о положении этих тел. Здесь гравитация и загадки гравитации, они тоже помогают нам развить это направление. Если считать гравитацию, вот как считать волны и кванта гравитации, то здесь мы имеем аналогию с волнами и с электромагнитами. Но это неправильно. Очевидно, что гравитация, это вещь, гораздо распространяющая, гораздо более высокой скоростью, чем скорость света. Также вот все уравнения наши, которые подчиняются гравитации, уравнения Пуассона, Лапласа, оно же от времени не зависит. То есть время здесь не участвует в процессе гравитации. Согласно даже модели. Откуда взяться волне? И если масса не меняется, ведь гравитация зависит от массы. В конечном счете на дальних расстояниях даже форма тела мало влияет. Влияет расстояние между центрами массы этих предметов. Вот это уже будет гравитационная голография, которую мы дальше будем развивать. Ну, вы будете развивать, или кто-то будет развивать. Где мы будем видеть предметы, будем видеть то, что делается в любой точке универсума. И в любом масштабе. В любом масштабе. Эта мысль, она идет опять от Лемница. Возможность этого доказывает, показывает философия Лемница. Труды Лемница надо собирать. Если кто работает вот из наших студентов в Германии, особенно вы обратите внимание, чтобы собрать все эти труды, скрупулезно, письма, все, что касается Лемница, собрать и то, что не издано. Они издано очень много. Но даже если мы всю у Лемницы издадим, все произведения, то это не будет еще сам Лемница. Здесь нам придется, вот как вот этот наш английский-то лорд, который с сыном разговаривал, про который мы вчера говорили, который радио изобрел, сэр Оливер Лодж. Вот придется, как сэр Оливер Лодж, связываться с духом уважаемого нашего Лемница. Ну, у нас же вот есть композиторша, женщина здесь, вот в интернете вы найдете. Это композиторша-женщина, она связывается с известными композиторами. И они новую музыку дают, свою. И вот она играет, она не знает, как сочинять, как что, она даже ноты не знала. Ей показали. И вот она записывает ноты за разными композиторами, за Бетховеном, там за Моцартом и так далее. Это была такая женщина, она здесь есть в интернете. Прекрасные произведения, я их слышал. И они, все специалисты говорят, когда вот не знали они, вот дают специалисту, академику этой музыки, профессору музыки, он говорит, да, это Бетховен написал. Это, говорит, сонаты Бетховена. Ну, и действительно, это Бетховен. Но эта женщина написала в отсутствие Бетховена, в отсутствие его материального тела, в присутствии вот этого форма образа его. Как говорится, монады или души. И духа. Вот это вот, если что касается применения, развития Даши Лейбница, то, может быть, даже некоторые, которые любят это направление, могут попытаться, если не вредно будет, не противоречит. Хотя в Библии-то, в Библии-то, вот говорят, что вот нельзя, это Столоверчение, там это Блаватское, и так далее, и так далее. Их критикуют. Ну, если взять по Библии, то там прямо указания даются. Больше, апостол Павел-то пишет, можете почитать, пекитесь прежде всего о дарах пророческих, он пишет. То есть, а что значит, дары, откуда ты их возьмешь, дары пророческие-то? Только связавшись, как вот говорит, Елькин-то у нас есть, и Елькин такой знаменитый остральщик, который выходит в Астрал, который с Лужковым открытие изобретения делал, ну, типа Петрика, но только немножко покрупнее. Поднимал он подводные лодки, корабли поднимал вместе с Лужковым. Выходит в Астрал, какую-то там мысль ущучивает и реализует ее в виде патента, заявки на патент. У него очень много патента. Елькин, посмотрите, тут такой. Он выступал недавно вот на этих вот чтениях у Старухина, Ярослава Старухина. Зольдерские, Зельдерские чтения. Сейчас уже вчера я давал ссылку в лекции по этому вопросу или позавчера на эти чтения. Они каждый год проходят у них. Там эзотерика, инопланетяне, сильнейшие люди и вот эти астралы, все это, телепатия и так далее и того подобное. Но это отбрасывать нельзя. Почему? Потому что даже нам, уважаемый наш Леменц, он говорил, что никакие попытки научные достижения что-то полезного для счастья человеческого отвергать нельзя. Если это не противоречит человеческому счастью, не противоречит законам Хумурапи, которые изложены в виде десяти заповедей Моисея или не противоречит двум заповедям, которые изложены в новом писании, то это все полезно и можно будет использовать эти результаты. Вот таким образом застолбляем с вами астроголографию, просим ее любить и жаловать эту новую научную дисциплину и будем ее с вами разрабатывать тщательно. Какие успехи будут, сообщайте, будем здесь принимать, откроем даже, может быть, в живом журнале страничку по этому вопросу, будем обсуждать в блоге эти вопросы. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok